А в 16.00 заканчивается прием у главврача. Ну и что, вы нас будете здесь держать? Мы вас не держим. Мы вас не держим. Она должна наше поговорить. Всем привет. Хочу рассказать, как мы сходили к главврачу второй раз. Я напомню, в прошлый вторник, 19 апреля, мы ходили и не заставили на месте ни секретаря, который по совместительству является председателем профсоюза, ни главврача, хотя за 10 минут до этого он ответил по своему телефону и сказал, что будет на месте, приходите. И ни одного из семи заместителей главного врача. То есть, ну вообще никого не застали, просили пригласить главврача, никто к нам не пришел. То есть, больше двух с половиной часов и главврач, и его замы, и секретарь отсутствовали на рабочем месте. Ну, соответственно, возникают вопросы к Минздраву, к МАУ. Как они их контролируют? По сути, вообще никак. И через два дня мы узнаем по всем СМИ местным, что и главврач Гарайс Дмитрий Александрович, и Добровольский, это руководитель депутата Минздравоохранения, они каким-то образом в составе добровольцев, Добровольский вообще во время своего отпуска, в общем, они улетели в Мариуполь. Я предполагаю, что они не сами это сделали, не по своей воле, потому что я предполагаю, что им просто приказали. Ну, в народе поговорят, что их сослали. Подальше от следствия, подальше от прокуроров, подальше, ну вы сами знаете от кого. И вот буквально через неделю мы решили повторить, и опять пришли в эту травматологию, в часы приема с двух до четырех, но дальше турникета и гардероба нас не пустил, а некий дежурный, охранников у них, я так понял, нету. Есть некий дежурный, который сам себя наделил полномочиями, сам себе все разрешил, сам себе биджик придумал, в общем, ни в какую не пускал, а мы, в принципе, не собирались проходить. В общем, дальше турникета нас никто не пустил, и появилась Росгвардия на ряд, двое росгвардейцев, один из них с автоматом, ну и дальше разговор происходил в основном с ними. Все два часа мы там находились и пытались хоть как-то пройти, хотя бы одного, чтобы из нас пропустили, чтобы хоть кто-то записался на прием главврачу через секретаря. Ну, ни к секретарю, ни в кабинет главврача, ну и вообще даже вот в этот коридор никто из нас не попал. Вообще, мы дальше турникета никто не прошел. И получилось так, что по слухам, то есть мы не дозвониться не могли до приемной, вот телефоны там, которые у них висят на стенде, это департамент здравоохранения, 8700 номер, какая-то табличка, что в случае некачественного указания услуг звоните в администрацию, еще какой-то номер. В общем, ни один из них, из этих номеров не действовал. К чему я это говорю? К тому, что организация работы, вот именно все, что связано с часами личного приема, оно, в общем, никто к нам не вышел, ни секретарь, ни один из семи заместителей главврача, ни вообще кто-либо из, там, уполномоченный или ответственный, или хотя бы гардюробщик, я не знаю, от больницы, вышел некий дежурный без документов, даже не охранник, и ничего пояснить не мог, ни одного документа не показал. И получается, Росгвардия, как это, как буфер, вот непонятно, кого охраняла Росгвардия. Больницу от нас или нас от больницы, потому что, как по слухам, премьем ввел заместитель главврача Матвеев. Вот, это тот самый, который напал на журналистов. Ну, естественно, услышав слово журналист, они, наверное, решили вообще закрыться. Ну, наверное, решили Матвеева, нет, не допускать журналистов к Матвееву, а то он, наверное, опять бы, наверное, руки распустил. Ну, не знаю. В общем, никто к нам не вышел со стороны больницы, никто ничего не пояснил. И вот с двух до четырех, ну, особых посещений мы не видели, хотя нам рассказали, вот, Росгвардия, получается, как буфер между нами и между секретарем, вот, ходил туда-сюда и информацию узнавал. В общем, нам рассказали, что там вот такой список, ну, не знаю, видно вам, нет, вот такой список посетителей ни с того, ни с сего появился, все записаны, у всех важные вопросы, прием ведется, но никого из нас туда не пустили, и мы не смогли убедиться, так это на самом деле или нет. И присутствует ли секретарь и Матвеев на месте? А может, они так же, вот, как в прошлый раз, раз и испарились, не знаю, то ли через окна, то ли через черный ход, как за это, как главный врач. Ну, а в 16.00, когда уже все приемные часы закончились, приехала участковая и сообщила, что, оказывается, поступил вызов, джерную часть отдела полиции номер 2, КУСП 9255, в котором было написано, что в кабинет главврача проник некий журналист, который входит в партию «Новые люди» и требовал предъявить документацию, и указана фамилия Булгаков. Ну, мы вообще в шоке были от такой лжи, потому что, ну, реально, у нас есть все видеодоказательства, которые доказывают, и множество очевидцев, которые, ну, однозначно скажут, что дальше турникета никто из нас не проходил. А от турникета до кабинета главврача примерно метров 30, наверное, или 40, может, даже 50. Ну, на первом видео это видно, что там далеко до кабинета. Ну, мы эту ситуацию повернули в свою сторону. Росгвардейцев просветили по поводу протоколов и векселей, что это одно и то же. А через участковую оформили два рапорта. Три факта, сообщенные в КУСП 9255, являются ложными. Зафиксированы сотрудникам отдела полиции номер 2, участковым, полномочным участковым. В общем, разошлись все мирно, дружно, никто ничего не, никого не оскорблял, никаких рукоприклаз не было, все нормально закончилось. Ну, я хочу высказать, очень печально и позорно ведет себя, ведет себя руководство бюджетного учреждения за наши с вами налоги, Сургутская клиническая травматологическая больница. А самый главный позор, это главврачу Горась Дмитрия Александровича, потому что он и в своем присутствии, и в своем отсутствии не смог организовать нормальную работу, вверенную ему в организации. Ну и самая главная новость, это ровно через сутки нам стало известно, что прокуратуру Ихмауа были сообщены Олесе Губановой, это медсестра из травматологии, в следующие сведения. В части ваших доводов об использовании медицинских изделий с истекшим сроком годности сообщают, что по инициативе прокуратуры округа территориальным органам Росздравнадзора по Тюменской области Ихмауа-Югрейна проведена проверка указанного в медицинское учреждение, в ходе которой установлено хранение и применение просроченных медицинских средств. Правда, опять они, видите, все устаивают. На скольких людях, каковы просрочки, ничего не пишут. А у нас есть сведения, 202 пациента были оперированы во время операции как минимум 202 пациента были прооперированы просроченным медицинским шовным материалом. По данному факту, уполномоченным органам в адрес руководителя БУ ХМАО-Игры СКТБ, то есть в адрес главврача Гарайса, вынесено предписание об устранении нарушений. Ну, я не знаю, получил он его или нет, потому что он 5 дней назад, нет, уже 7 дней назад улетел в Мариуполь. В отношении должностных лиц учреждения составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 6.28 КАПРФ. Ну, там штраф до 10 тысяч. Непонятно, сколько протоколов написано, составлены протоколы. Во-первых, сколько, а во-вторых, в отношении кого? Должны были фамилии как минимум указать. Я считаю, что вот за угрозу жизни, о которой они пишут, вот дальше они пишут об угрозе жизни, как минимум 202 человека прооперировали, и как минимум 202 человеком была угроза их жизни и здоровья. А они им административку этому персоналу. Так, в связи с ненадлежащим осуществлением ведомственного контроля департаментом здравоохранения ХМАО и ЮГРЫ прокуратурного округа в адрес заместителя губернатора, то есть не в адрес добровольского начальника департамента здравоохранения, а в адрес заместителя губернатора Кольцова внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. О его результатах вы будете проинформированы дополнительно. О чем представление? Вообще не ясно. Какие сроки оно должно быть исполнено? Тоже не ясно. Также в МВД России по городу Сургут зарегистрирован материал по вашему обращению об использовании в учреждении просроченных геницейских изделий. По итогам проведенной проверки 20.04.2022 МВД России по городу Сургут по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, создавшего угрозу массового заболевания людей, а мы с вами помним, что в отказе о возбуждении уголовного дела ни слова не было об угрозе. А тут есть, смотрите, угрозу массового заболевания людей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 236 УК РФ. Ну, по слухам, это как раз вот та старшая медсестра, которая и фигурировала в предыдущих видео, по которому в настоящее время проводится расследование. Так вот, они возбудили, видите, по части 1 236 УК РФ. Я считаю, что это неправильно. По идее, вот 202 человека, почему мы ходили к главврачу и хотели задать вопросы. У нас главный вопрос и к следственному, и к главному врачу, были ли среди этих 202 пациентов, которые доказаны, дети младше 6 лет. С глубочайшим сроком просрочки, вплоть до 20 лет. Новорожденным детям, кстати. Это ужас, работаем и с детьми, и со взрослыми. Потому что, если хотя бы был один ребенок младше 6 лет, то это уже не 236, где максимум наказания до 2 лет, а 238, где до 10 лет. Видите, как они делают? То есть, они 236, по моим предположениям, возбудили только против одного человека. Протоколы по административе составили как минимум против двух человек, а главврачу просто предписание вынесли. Добровольский тут вообще ни при чем оказался. Ну и заместитель губернатора при чем тут оказался. Получается, Добровольский и губернатор тут вообще ни при чем. Сейчас, одну минуту, давайте закончим эту тему. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет его коробки. Что за вопрос? У нас нет его коробки. Так вот, что я вам еще хочу сказать. Что вот этот результат был достигнут спустя четыре, потребовалось сделать четыре видео и совершить три видеопохода из них в прокуратуру, два раза главврачу и заснять видео с Олесей Губановой. Вот, четыре видео и появился первый результат, который должен был быть в первые три дня после сообщения о просрочке. То есть, еще в октябре прошлого года, девять месяцев назад. Согласно УПК-145, решение должно быть принято не позднее трех дней, трех суток. А мы видим, что только спустя девять месяцев возбуждено уголовное дело по щадящей 236-й уголовной статье. То есть, сроки нарушены в 90 раз. В 90. Как минимум, в 90. Как минимум. Я думаю, мы еще сделаем разбор с Олесей. Это победа. Маленькая, но победа. И первую роль в этой победе сыграла Олесия Губанова. Поздравляем Олесию с этим результатом. Но мы останавливаться не собираемся. Мы дальше будем контролировать, следить за развитием ситуации. Благодарствую. Ну, а сейчас можете посмотреть, как мы сходили. краткую версию. Ну, короче, полнейшая ложь. Вот видите, что творится? Да, То есть, лишь бы оболгать народ. Короче, по итогам, главврач, я так понял, тоже, как сказать-то, даже не знаю, решил сам отстраниться от ответов на вопросы. Зам. Да. Какой-то из замов. Как его зам-то? Нам мы что-то? Матвеев. Матвеев. Это тот, который напал на журналистов. Вы говорите по поводу ваших медсестер Айжан и Раиды из ваших отделений с кем-нибудь. Они же здесь работают. Посьба более подробно знать. Я сейчас все разобью тебя. Я сейчас все разобью тебя. Я сейчас все разобью тебя. Эй, вы чего? Вы что сделаете? Вы че я в одежде? Вы журналисты. Вы журналисты не вышли. Может даже хорошо, что мы к нему не попали. Я после вот таких нападений я реально меня могли тоже побить запросто. Могли технику сломать. Бородатые журналисты. Тем более бородатого. Могли бороду оторвать. Как подумает, страшно становится. Вообще. Ну в общем, делаю все, лишь бы отвлечь внимание от просрочки и двух смертей. 202 пациента и никто не хочет это проверять. Никто. Смотри, у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь дать объяснение, полностью то же самое написать. Ты можешь написать объяснение короткое, второе, объяснение короткое и указать, что все подробности указаны в протоколе принятия возназвения 26-24. И третий вариант. Ты можешь объяснение не давать, а потребовать, чтобы объяснения были приняты в форме рапорта. То есть, ты словами можешь опять же полную версию сказать, можешь короткую версию сказать, но ты бумаги не прикасаешься. Сотрудие полиции оформляет в виде рапорта своих слов. Ты не обязан предоставлять какие-то документы, все с твоих слов устанавливается. То есть, ты можешь вот сейчас через рапорт зафиксировать. Либо вот объяснение все изложено в протоколе устного заявления. Все. Смотри, тебе обязательно нужно дать объяснение. Что изложило в протоколе устного заявления с СОССР и СОССР и СОССР и СОССР нет, не то же самое. Тут вишки установочные данные, то есть, их бланк. Это, ну, как бы, неиндейспособная персона сообщает. А если ты через рапорт, будьте добры, пожалуйста, на чистом бланке или бланк рапорта достаньте, пожалуйста, оформите рапорт. Есть подмата А4 чисто. Есть, есть, вот листочек. Пускай рапортом оформляют. Вот ты сейчас подумай хорошо, как ты будешь говорить, и что, кто ты... Ты не обязана показывать паспорт. Все с твоих слов должно быть зафиксировано. Присаживай. Все писать, не знаю, а они нет. Нет, они пишут рапортом. Вы же знаете, что такое рапорт? Я знаю, что такое уважаемый рапорт. На имя начальника. Со слов. Просто мало кто об этом знает. Вот полицейский приезжает и отнимает объяснение и уехал. Все. Сообщения о совершенном преступлении нет. Персона подала. И то есть все векселя в пользу ОМВД составлены. Персона осталась должником. Они оформляют, отправляют все. И никаких производств, никаких дел, все. Минимум времени, максимум доход через векселя. Вы не слышали, как мы в ОБИ приезжали? Я тоже приезжал. Там шесть или семь сотрудников Росгвардии приезжало. Двое веб-полицейских. Я тогда еще ответственного вызвал. И когда я его спросил, а вы в курсе, что вот это все векселя? Он говорит, да, мы вексельное право изучаем. Он потом опа, проговорился. Вексельное право ты не изучаешь? Вы изучаете вексельное право? Нет. А они изучают. поспрашиваете? Каждого не могу сказать, кто получит. Так я же вам говорю, средний и высший состав в курсе. Мы тоже до этого долго докапывались. Все изучали. И римское право, и каноническое, и божественное, и всякие вот это. Все изучили. Все международное вот это. И вексельное право. Кучу книг перечитали. Таких людей много. Не только в России, по всему миру. Это как фиксация факта того, что рапорт был составлен. Если он вдруг потеряется, мы сможем доказать, что вы составили рапорт и не донесли до руководства. Вы отказываетесь брать объяснение? Я девушку опросила. Так ее нету там фамилии. Я говорю про КОСП, где сап... Разобрались уже? Нет, не разобрались. Это то, что оператор как-то неправильно видимо вас понял, или вы так донесли. Вам этого достаточно? Мне этого достаточно. Вам слов сотрудников Росгвардии достаточно? Потому что там, я вам точно говорю, указано дважды дважды указано клевета. Что якобы Антон Николаевич был в кабинете. Ну это вы можете в отдел полиции проехать, написать заявление. Кто так забивал? Кто на вас клевету навел? Ну я напишу отдельно. А сейчас осуждать нельзя? Да? Я требую, чтобы вы взяли письменное объяснение вот по этому факту. В виде рапорта составьте. Потому что я вижу, там же там дважды сообщена клевета и вы с этой клеветой уезжаете, не убедили это. Не оформив письменные доказательства. Я уже выяснила, что... Ну это вы на словах выяснили. Как на словах? Я принимала заявление в рапорте, вот, то, что инважировала девушка у нас. Ну там нету взаимосвязи, нету. Между этим КУСПом, и ее протоколом. Объяснение даже глава врача и объяснение, потому что ваша там вообще и фамилия не фигурирует по факту вот женщина. То, что обращалась, ее записали. Я не вижу никакой взаимосвязи. Я все равно настаиваю оформить рапортом. Рапортом или протокол устного заявления? Рапортом. У вас же номер КУСП, вы по КУСП обязаны взять объяснение. Вот по КУСП я хочу, чтобы вы оформили объяснение в виде рапорта. Это может у вас листочек. Чистый листочек дайте, пожалуйста. Да, это быстро будет. 26. Апреля 2020-го года. 17.17. Так, Невтиганская сейчас самая депутация, да? Адрес Невтиганская сейчас самая 20. По КУСП номер 9255 сообщил следующим, что в кабинет главврача не входил 26.04.2002. Дальше турникета рядом с гардеробом не проходил. к партии «Новые люди» никакого отношения не имеет и требует провести проверку ложных фактов, указанных в КУСП 9255. Точка, так. Никаких требований предъявить документы на срок и пригодность медикаментов не озвучено. Дата, время, ваше фамилия, имя, отчество полностью. Так, и давайте сфотографируем. Рапорт. Ты его уколола, и он закрылся. А если по-доброму, нормально, они так раскрываются, они как цветочки такие раскрываются. В конце-то как раскрылся. Ну, видишь, как раскрылся. Отпускать нас не хотел, давайте еще пообщаемся. А если бы ты его вот так вот уколола и драконила постоянно, ну, тут бы не только разгвардия, тут бы еще кто-то приехал. Нельзя, это все гасить надо. Надо учиться. Я специально поехала, чтобы поучиться, как вот это вот все вот с ними вот взаимодействовать. Это все, любой конфликт надо гасить. Вот Андрюха там докопался до какого-то приказа, дайте копию. Три-четыре раза докапываю. Я пришел, остановил. Этот давай там еще что-то докапываться. Я пришел, его остановил. Я себе хорошо вела, да? Вот смотри. Ну, отлично. Я не помню, что ты там была вообще. Вопрос вот такого. Что ж они все в этом узной форме взяли, это объяснение им не дала. Там написали мы в конце, что пояснение, да, это там есть в этом. Объяснение. Да, они не могут там еще дополнительно там от меня написать что-то. А ты же сфоткала? Чтобы я объяснилась. А ты же сфоткала? Ну, вот самое главное, что у меня вот... Обязательно любой документ всегда сфоткать, сфоткать нам. Все, разбирайтесь. и меня больше всего удивило, что он сегодня в кабинете, как бы... Ну что, растешь на глазах. Я? Да. Так с вашей помощью. Партия новая. А, да. Я слышал о такой партии, я даже у них в офисе был, я даже думал написать какую-то бумагу о вступлении каких-то там сторонников, но я ничего не писал. Я пришел, посмотрел, мысли материализуются. Ну, пришел, посмотрел, но они вот где-то на Ленина находятся в этой свечке. Я посмотрел и ушел. Все, больше я с ними никаких контактов не имел, ничего не подписывал, вообще не... Все. А тут из чего-то не взяли свои новые люди. Какие еще ты умеешь телепортироваться? А, да, еще и умеют телепортироваться, оказывается. Как каким-то образом... Как он сам себя вызвал-то, да, получается? Кто? Александр. Там все по этой бумаге, и я так поняла, что... Нет, Александр ее вызвал, вот эту девочку. Он сообщил своему руководству, руководство обязано доложить в полицию, вот этот номер КУСП, они обычно звонят, 112, вот там написано 28 что-то, 02, это, короче, телефон Росгвардии, который находится на Нефтьюганском, не тут вот рядом. И они звонят в полицию и оставляют сообщение о совершенном преступлении. Полиция реагирует, дежурная часть отправляет полицейскую, и он должен приехать и взять объяснение. Это доложил, смотри, Чирыгов, РМ. Она говорит, что это ее начальник, то есть начальник... А как это вот? А тут непонятно, кто это такой? Заявитель Гигатулин какой-то. Гигатулин. Дальше Турникета я не проходил. Все? А? Все. А, подождите, так это, получается, был кабинет главврача. Да. Точно, вот же, зафиксировано на бумаге. Он находился в кабинете главврача. Вот до Турникета это кабинет главврача. Все. Возле Шакира, что ли? Да. Ну да. А-а-а! Ну то написано, что он на месте, гражданин был. Ну да, что они догадались, а так? Там надо было записаться, где? Да, там надо было записаться, на прием. Они нас не пускали, говорят, вы и так в кабинете. Куда вы прете? Новые люди. Там журналисты, СМИ, Камчатские регионы. Ты мне скинула? Здесь мне там холодно. Ты мне скинула? Да, я скинула. Все, поехали. День это очень долго. Вообще жесть. Спасибо за субтитры Алексеюсу. Буду нов Scientific isso, помню. Субтитры создавал DimaTorzok